Здравствуйте, в эфире новости. В студии РТВ в Нью-Йорке Лиза Камина. Вначале коротко о главном. ИГИЛ в США, группировка Исламское государство, взяла на себя ответственность за стрельбу на выставке карикатур в Техасе. Новый армейский глава Барак Обама назначил на высший военный пост в США генерала по прозвищу Боевой Джо. Обратная сторона медали. Многие ветераны так и не дождались обещанных Кремлем бесплатных квартир и лекарств. Спецрепортаж из Москвы. Закон есть закон. Житель Огайо, находившийся в Бегах, 56 лет, арестован во Флориде. Власти США расследуют заявление группировки Исламское государство, которая взяла на себя ответственность за стрельбу на выставке карикатур в Техасе. В случае, если информация подтвердится, это будет первое террористическое нападение, осуществленное ИГИЛ на территории США. В заявлении исламистов, размещенном в интернете, сказано, что двое солдат халифата совершили нападение на выставку в американском городе Гарленд, на которой были представлены картины, оскорбляющие пророка Мухаммеда. Террористы открыли огонь, ранив полицейского и были убиты в перестрелке. Это только начало, говорится в заявлении ИГИЛа. Боевики угрожают американцам новыми нападениями, которые будут иметь еще более масштабные последствия. Напомню, что выставка, оскорбившая чувства мусульман, была организована правым движением обороны свободы Америки. Лидер организации Памела Геллер накануне в интервью RTVI заявила, что руководствовалась первой поправкой Конституции США, свободой слова. В Вашингтоне сомневаются в том, что ИГИЛ действительно сумел организовать теракт, пусть и не удавшийся на территории Америки. Известно, что один из террористов в соцсетях сообщал, что симпатизирует ИГИЛу. Но пока не факт, что лидеры этой группировки в Ираке и Сирии являлись организаторами нападения на выставку карикатур в Техасе. Вот как прокомментировал сегодняшнее заявление ИГИЛа пресс-секретарь Белого дома. В настоящий момент ФБР и другие спецслужбы ведут расследование, чтобы выявить наличие связи между этими людьми и ИГИЛ, а также другими террористическими организациями. Так что пока рано о чем-то говорить. Но мы точно можем утверждать, что благодаря быстрой и профессиональной реакции правоохранителей был предотвращен теракт. Мы также знаем, что экстремисты в разных уголках планеты, включая тех, что связаны с ИГИЛ, пытаются использовать социальные сети для поиска сообщников по всему миру, в том числе в США. Несмотря на сомнения в том, что именно ИГИЛ организовал нападение в Техасе, власти США сегодня объявили вознаграждение в 20 миллионов долларов за информацию о четырех лидерах группировки в Сирии и Ираке. Деньги будут выделены в рамках программы «Награды для правосудия» за главаря группировки Абдаль Рахмана Аль-Кадули обещано 7 миллионов долларов. Еще по 5 миллионов долларов за информацию о Бабу Мохаммеде Аль-Аднани, который представляет группировку в средствах массовой информации, и о выходце из Грузии Тархане Батирашвили, который в настоящее время командует боевыми действиями в северной части Сирии. Еще 3 миллиона долларов Госдеп пообещал выплатить за информацию о Тарике Аль-Харзи, который командует группировкой, воюющей на границе Сирии и Турции. Президент США Барак Обама сегодня представил нового руководителя американских вооруженных сил. Генерал Джозеф Данфорд займет пост главы Объединенного комитета начальников штабов высшую должность в армейском руководстве. 59-летний Данфорд по прозвищу Боевой Джо, один из самых уважаемых американских военачальников, заявил Обама на официальной церемонии в Белом доме. Своё прозвище он получил в Ираке, где воевал в 2003-2004 годах, а на новом посту он сменит генерала Мартина Демпси, который осенью этого года сложит свои полномочия. Данфорд сейчас является главой корпуса морской пехоты США. Перед этим он в течение двух лет возглавлял международные силы по содействию безопасности в Афганистане. Я знаю Джо, я ему доверяю. Он доказал, что может помогать мне советами, не приукрашивая ситуацию. Под его руководством мы достигли ряд важнейших вех. Передали контроль над безопасностью в Афганистане местным военным, помогли афганцам провести исторические выборы. По словам Обамы, Джозеф Данфорд – один из ведущих американских военных стратегов, его уважают союзники США, а также представители обеих партий. В подтверждение этому республиканец Джон Маккейн сегодня одобрил выбор Обамы. Сегодня Генассамблея ООН в Нью-Йорке провела специальное торжественное заседание, посвященное памяти жертв Второй мировой войны. 70-летие победы Организация Объединенных Наций отмечается размахом. Выступления с одной из самых высоких трибун мира в этот раз отличались особой эмоциональностью. За тем, что происходило в ООН, сегодня следил мой коллега Евгений Маслов. В Организации Объединенных Наций сегодня чтили память жертв Второй мировой войны. 70 лет назад мир заплатил слишком высокую цену за победу, чтобы прежние ошибки повторять. Этот тезис стал лейтмотивом большинства выступлений. И об этом с трибуны ООН говорили представители Британии, Франции, России и США. Ярким символом совместной борьбы и общей победы стала встреча советских и американских солдат на Эльбе. Особенно ценным был вклад в общее дело антифашистов, которые нашли в себе силы отстаивать свои идеалы перед лицом смертельной опасности. Посол США при ООН Саманта Пауэр в своем выступлении, вспоминая жертвы Второй мировой, проводила параллели с современностью. Мы должны постоянно спрашивать себя, делаем ли мы достаточно для того, чтобы не повторить ошибки. Достаточно ли для того, чтобы защитить принципы, за которые мы воевали. Эти принципы уже похоронены некоторыми правительствами, которые травят газом собственные народы, как это делает режим Ассада в Сирии. Или режимами, которые сгоняют свои народы в трудовые лагеря, как это происходит в Северной Корее. Говоря об ужасах войны, Саманта Пауэр сегодня цитировала в ООН дневник Тани Савичевой из блокадного Ленинграда. В российском МИДе этот эпизод вызвал неожиданную реакцию. Представитель департамента информации ведомства Мария Захарова обвинила госдепартамент в цинизме. Саманта Пауэр временно забыла, что блокада Ленинграда продолжалась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. А долгожданный второй фронт был открыт в Европе через полгода после полного освобождения Ленинграда от блокады. Что же, два с половиной года мешало США и Великобритании начать помогать нашей стране спасать Таню и еще сотни тысяч таких же детей. Вспомнили госдепартаменту и детей в Донбассе. Даже памятное мероприятие в ООН не обошлось без заочной перепалки. Сильными между тем на заседании сегодня были выступления израильской и немецкой делегации. Германия приносила извинения. Израиль предупреждал о недопустимости антисемитизма в 21 веке. Германия просит мир о прощении, поскольку мы сами до сих пор не можем себя простить. Преступления режима национал-социалистов не знают себе равных. Они до сих пор заставляют нас содрогаться. Никогда больше в мире не будут думать, что преследование евреев может оставаться безнаказанным. Мы знаем, на что способен человек. Поэтому свобода стоит того, чтобы за нее сражаться, а также равенство и демократия. За это мы боролись 70 лет назад, и мы должны продолжать эту борьбу. Представитель украинской делегации сегодня в ООН говорил о российской агрессии спустя 70 лет после того, как братские народы вместе победили фашизм. О недопустимости перекраивания границ в Европе говорили представители Евросоюза. Саженец в саду перед зданием Организации Объединенных Наций добавил символический штрих. Так мировое сообщество отметило сегодня в Нью-Йорке 70 лет окончания Второй мировой войны. Торжественное заседание Генеральной Ассамблеи ООН сегодня было своего рода символическим началом целой серии мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, которые будут продолжаться и в ООН, и в Нью-Йорке до конца недели. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. В преддверии годовщины победы британская Financial Times пишет, что Россия оглядывается на войну, чтобы возродить чувство гордости за свою страну. Другие западные СМИ, в числе которых немецкая Die Welt, исследуют обратную сторону приближающейся памятной даты социальной проблемы россиян-участников Второй мировой войны. Многим ветеранам обещали бесплатные квартиры, повышение пенсии и улучшение медицинского обслуживания. Как обстоит дело в реальности, выяснил московский корреспондент RTVI Николай Старобахин. На школьной конференции о Великой Отечественной войне они сидят в первом ряду. Ветераны-фронтовики не просто гости, но и негласные арбитры. Ведь то, что для учеников далекая история, для них события юности. В предпраздничные дни графику ветеранов, как у звезд эстрады, ни дня без выступления, иногда и по два в сутки, фронтовики устают, но не жалуются. Вы знаете, я вот из апреля месяца уже выступил 28 раз. Его биография по-военному обычна. Владимир Черников в 15 работал в тылу, в 17 пошел на фронт. Боевое крещение и первое ранение на Курской дуге. Уже в российские годы участвовал в колонии ветеранов во всех парадах на Красной площади. Но из тех, кто вместе с ним маршировал 20 лет назад, в живых теперь единицы. 26 человек. А сколько было? А было где-то человек 350 примерно. Мы стараемся следить, кто-то что-то такое сразу докладывает нам. Мы стараемся на похоронах и так далее. То есть как-то проводить, друзья, последний поход. Вот и перед 9 мая фронтовики вспоминают тех, кто уже ушел и делятся непраздничными новостями. Говорят, в обычные дни к ним далеко не всегда относятся так тепло, как в эту юбилейную весну. Героя Советского Союза пригласили получить эту самую медаль. Придите, говорит, в Собес и получите. И ему 97 лет. Такого, значит, послать идите в Собес и получите. Это же наполевательское отношение. Встреча со школьниками, собрания, выступления по радио и телевидению. В канун юбилея победы. Российские ветераны не обделены вниманием общества. Впрочем, некоторые фронтовики даже этот праздник встречают со слезами на глазах. На пятом этаже этой столичной хрущевки 9 мая тоже, наверное, будет не до веселья. Семь лет назад президент России подписал указ. Всех ветеранов, нуждающихся в жилплощади, должны обеспечить квартирами. В маленькой однушке здесь тогда жили два фронтовика, их взрослая внучка и ребенок-правнук. Но чиновники решили, улучшать жилищные условия ветеранам уже некуда. Было довольно много обещаний, что помогут и с ремонтом, и помогут что-то улучшить, что-то сделать. Ничего не произошло. Последнее сражение у Александра Пландина было в суде. Но этот бой фронтовик проиграл. Чиновники не отдали ветерану ни пяди столичной жилплощади. Вот и выходит, он победил немецко-фашистских захватчиков, но не смог одолеть российских бюрократов. Не дождавшись квартиры, скончалась супруга Александра. И шансы на новую жилплощадь растаяли окончательно. Ведь теперь в 30-ти метровой однушке их оставалось только трое. Они говорят, у вас квартира есть, хорошая, хорошая. Вот тебе весь разговор. Они делают так, кое-кому, значит, по блату, по дружбе оформляют, а на других хрен должен. Впрочем, местные власти ветераны не забывают. Каждый год поздравляют с праздниками. Вот и к 70-летию Победы пришли не с пустыми руками, с открыткой и памятной кружкой. Ну, у него только слезы текут. Вот сейчас привезли, подарили ему кружку, у него слезы текут. Грустно. Грустно от того, что он не заслужил такого вот доживания в своей жизни. Родные ветерана просили помочь им хотя бы с лекарствами. Александр уже месяц не встает с постели. Но на праздник положена только кружка и бутылка крепенькой. Впрочем, в масштабных торжествах такие истории обречены остаться незамеченными. Это ведь только для ветерана вопрос жизни, а для страны бои местного значения. Николай Страбахин, Владимир Липатов, Артевяй, Москва. Сегодня в Вашингтоне произошло событие, которое американские дипломаты называют уникальным и историческим. В государственном департаменте, по слову ФРГ, в США были переданы пять живописных работ, вывезенных из Германии во время или после Второй мировой войны. Роман Мамонов наблюдал за церемонией. Ныне пенсионер, а в прошлом строитель Майкл Холланд прилетел в Вашингтонский госдеп из штата Монтана. Вместе с супругой он, возможно, в последний раз фотографирует картины, которые были частью семейного наследства, а теперь вдруг связали его с далекой Германией. Две миниатюрных живописных работы, копия портрета английского короля Чарльза первого кисти Энтони Ван Дайка и миниатюра королевы Виктории с дочерью в ближайшие дни вернутся на родину. В Германию, откуда были вывезены после Второй мировой войны, тетей Майкла, которая служила в подразделении, расквартированном в замке Кронберг под Франкфуртом на Майне. Моя тетя хранила эти работы в сейфовой ячейке в банке и никогда никому об этом не говорила. Она рассказала мне о них только за год до смерти. Тогда-то я и увидел их в первый раз. Я знал, что миниатюры из Германии. Тетя сказала, что она купила их там то ли в 1945, то ли в 1946. Она служила в Германии и даже была свидетелем Нюрнбергского процесса. Майкл Холланд случайно узнал о существовании фонда Monuments Men. Название в вольном переводе на русский звучало бы как «Охотники за сокровищами». Также называется фильм с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и Мэттом Дэймоном и другими звездами Гелливуда, вышедшие в прошлом году. Это история реальной группы солдат из США и других стран, которые в годы Второй мировой занимались спасением предметов искусства и целых музеев от нацистов. То, что начали несколько военных 75 лет назад, сейчас продолжает Роберт Идзель. Именно по его книге Клуни снял блокбастер, он же глава фонда Monuments Men, и он же ищет по Америке вывезенной из Германии работы и уговаривает владельцев вернуть шедевры хозяевам. Как нам рассказал приемный сын майора, который владел этими картинами, его отчим выиграл их в покер. Но проверить этот факт мы не можем. Может быть, выиграл в карты, может быть, получил от какого-то другого американского солдата. Возможно, он сам был причастен к пропаже картин. Но на самом деле это и не важно. Главное — вернуть шедевры их хозяевам и сказать спасибо тем, кто хранил их эти годы. По оценкам экспертов, за годы войны и последовавшей оккупации Германии из страны было вывезено более миллиона предметов искусства. Многое американские солдаты отправляли домой в качестве сувениров, что-то покупалось или просто похищалось. Лишь малая часть вернулась на родину. Проблема в том, что наследники и коллекционеры часто просто не знают о реальном происхождении картин. Но многое удается найти, когда владельцы пытаются официально продать полотна, когда появляется шанс возвратить их в музей Германии. Кстати, наследники немецкой семьи, которые принадлежали две из пяти возвращенных работ, уже пригласили Майкла Холланда в гости, чтобы лично увидеть замок, где служила его тетушка и откуда были вывезены артефакты. Представители благотворительного фонда, занимающиеся поиском предметов искусства, вывезенных из Германии, говорят, что благодаря горячей линии смогли получить несколько надежных зацепок. И сейчас проверяют информацию. До конца года они надеются передать немецкой стороне еще несколько предметов искусства. Так что нынешняя церемония в госдепе, вероятно, не последняя. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко, Вашингтонское бюро РТВА. Вы смотрите новости на канале РТВА и далее в эфире. Шестой пошел в борьбу за Белый дом. Вступил преемник Билла Клинтона на посту губернатора Арканзаса, республиканец Майк Хакоби. И закон есть закон. Во Флориде арестован житель Огайо, находившийся в бегах 56 лет. Все это через пару минут на канале РТВА. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...